Пожалуйста, перед тем, как посмотреть это видео, включите VPN Иди сюда, сниматься же будем, давай Так, давайте, рассаживаемся, все Эй, обратно! Привет, я Энни Мэджик, со мной тут три моих собаки Миша, Софи, Юмичу Я, на самом деле, отвыкла даже от камеры, потому что полгода не было роликов на канале Сейчас, когда я говорю полгода, это звучит очень долго, но для меня они пролетели практически незаметно И сейчас вы не видите мою кошку, кису Алису Я расскажу чуть позже об этом Мне очень хочется по привычке попросить вас подписаться на канал Потому что мы продолжаем идти к трех миллионам Не знаю, есть ли в этом теперь какой-то смысл Подписывайтесь и ставьте обязательно лайк на это видео, чтобы его поддержать Потому что я не знаю, что будет с каналом через такой большой срок Я успела состричь свои синие кудри Поприться наголо И успела отрастить эти кудри, которые покрасила в этот цвет Отлично новость Давайте по порядку Сразу после Нового года я заболела ковидом Болел ли кто-нибудь из вас с ковидом? Как все это проходило? Расскажите в комментариях И если вам не сложно, можете еще написать Как вы справляетесь с трудностями в своей жизни Потому что, мне кажется, я разучилась справляться с трудностями Многие, кто не живет в Москве, не верил И я, если честно, тоже не верила до того самого момента Что тебя на самом деле отслеживают То есть, как только ты сдал тест ПЦР Почему я это вам рассказываю сейчас? Вообще, как бы, канал о моей жизни с животными Это очень, очень важная история касательно животных В общем, я сдала ПЦР-тест Результат его приходит на госуслуги И на госуслугах высветилось, что я больна И мне нужно оставаться дома И ко мне скоро придет врач Скажет, что мне нужно делать Так вот, врач не пришел на следующий день Хотя там обещали, что он придет на следующий день И потом он не пришел еще на следующий день И в итоге он пришел через... Я забыла, как все было Мне кажется, ковид отшибает память Адски болела голова Невероятно настолько, что ты просто не можешь открыть глаз Казалось, что она вот такая Ломила все тело Не было никакого кашля Ты в этом состоянии не можешь ни есть, ни пить Ничего не делать Только лежать и пытаться спать Но спать ты тоже не можешь, потому что у тебя болит голова Врач действительно пришел И сказал скачать мне приложение Которое будет меня отслеживать Мне нужно будет фоткаться И каждый раз посылать свою геолокацию И мне нельзя покидать квартиру Я была в Москве, в квартире Нельзя выйти за дверь Нельзя выбросить мусор Нельзя выгуливать собак Что очень странно, мне нравится Можно нанять няню, которая будет выгуливать собак Но ничего, что она будет приходить и контактировать со мной Не проще ли мне выгуливать моих собак? Нет, выгуливать собак нельзя Так как в этой квартире не было мусорки Которое не только отшибает память Он еще заставляет менять словами И вообще разучиваешься разговаривать В этой квартире нет балкона И получается, что мусора нельзя даже выставить на балкон Там есть такие просто вот под окном Такие как подоконнички Он говорит, можете складывать мусор на этот подоконник А потом выбросите его А собаки ваши могут писать и какать на пеленочку Зачем вам на улицу ходить? И это жесть не только для меня, но и для питомцев Они реально ходили в туалет все это время на пеленку И не видели белого света Но самое интересное, это то, что эти пеленки ты складываешь в пакет И этот пакет с саками и каками Ты завязываешь, чтобы он хоть немножко меньше вонял И выкладываешь на подоконник За окно Мы это вынесли И вот в этот момент жизни В этот же период зимы Произошло еще одно очень серьезное событие в моей жизни Очень личное И я пока не готова об этом рассказывать Может быть, когда-нибудь я расскажу Оно не касается каналов И это что-то, что связано именно со мной внутри С духовным состоянием И может быть, какие-то мысли я буду рассказывать в телеграм-канале В описании будут ссылки на новые соцсети На наш Яндекс.Зен На который я очень вас прошу пойти, подписаться и смотреть там ролики Я постараюсь туда даже делать какой-то другой контент Которого нет на ютубе или еще где-либо Телеграм, где мы с вами лично общаемся в чате Болтаем и так далее Там будут тоже какие-то новости И, конечно же, вконтакте на наши группы На мою страницу, на страницу питомцев В общем, подписывайтесь, пожалуйста, везде, где только можно Потому что сейчас вообще непонятно, что будет с ютубом Потому что если, наверняка, я уж точно последний блогер Кто вам это сообщает Неизвестно, что будет с ютубом Его закроют или еще что-то Происходит сами знаете что И это просто выбивает из колеи абсолютно Ютуб больше не платит деньги То есть они просто взяли и отключили монетизацию Всем русским ютуберам Точнее запретили показывать рекламу А это значит, что творческие люди, которые снимали какой-то контент Не могут больше зарабатывать Даже те три рубля, которые туда приходят Ты их не можешь забрать Причем меня больше всего, наверное, бомбит то, что В чем виноваты творческие люди Которые никак вообще не связаны с политикой Не высказываются И просто хотят веселить своих подписчиков Просто хотят радовать их Новым контентом Рассказывают какие-то важные, полезные вещи Для жизни Делятся своими историями Творят Как они виноваты? Как вообще? В чем они виноваты? Ну, в общем, гугл решил так Он отключил Да, я уже видела у многих блогеров в комментариях Идите работайте на завод YouTube это такая же работа Видео это такая же работа И просто кто-то выбрал, например, ходить в офис И помогать людям работать в банке А кто-то выбрал снимать видео И это тоже работа Это создание постоянного контента Генерирование, придумывание идеи Съемка, монтаж Это большой, большой, очень большой процесс И иногда это занимает не 8 часов рабочих в день А 20 часов Да, это свободный график Но это тоже такая же работа Особенно тех, кто снимает постоянно Я снимаю для них, я творю для них Не для политиков Не для географических каких-то разборок Не для чего Для людей, которые меня смотрят Из любого вообще уголочка этого мира Мне плевать, какой расы, какой национальности И если даже я не буду зарабатывать на этом Я бы придумал какой-нибудь другой способ заработка Но я не откажусь от творчества Я хочу творить Март, апрель, май Я просто очень растерялась Я растерялась в том, что я хочу делать, чем я занимаюсь Правильно ли путем я иду Что не так в жизни и вообще Я поняла, что я не только не могла заботиться о себе Я не могла заботиться даже о своих собаках Мы гуляли по минимуму Просто вот выйти на парагулку Сделать свои дела и вернуться домой Мы не занимались дрессировкой, как делали это раньше Мне даже стало их жалко Я начала чувствовать себя просто ужасной хозяйкой Потому что я их стала даже редко мыть Стречем когти и вообще заботиться О них, потому что я не могла позаботиться о себе Я очень сочувствую своим собакам Что я просто... Это ужас Это бесценно просто Что они могут любить меня Находясь в любых обстоятельствах жизненных И ничего не требует замен Но у всех бывают сложные периоды в жизни Я подумала, что нужно сменить обстановку И поэтому я поехала в Сочи Даже на целое видео не хватит Но я бы хотела с вами поделиться Сначала мы из Москвы на машине доехали до Воронежа Ночевали там в хостеле И утром у Миши случился приступ паники перед лестницей Если вы помните, Мишка с самого того момента Как мы ее забрали в семью Не знала, что такое лестница И в какой-то момент я ее научила к ним нормально относиться Она приспособилась Начала по ним ходить и вверх и вниз нормально Но потом, когда мы жили в доме загородном То есть не было там так много лестниц Как когда ты живешь в квартире Она снова разучилась по ним ходить В общем, страх у нее иногда присутствует И тут еще все были на тройном поводке Два коротких кусочка были на Софи и Юми А длинный на Миши И я решила перестегнуть их и поменять местами И объяснила в видео, для чего это я сделала Звук, конечно, с телефона так себе Юми чу сама тревожена И когда Миша прицеплена ближе к Юми И на длинном поводке Она, получается, больше тревожится Больше беспокоится Потому что Юми с Софи уходят, а она остается одна А тут, получается, она как бы с Софи вместе идет И поэтому ее успокаиваешь У меня есть поддержка Пошли Затем мы доехали до Ростова Там переночевали И на следующий день ночью были уже в Сочи Кстати, у Софи и Миши есть привычка Залазить в мебель, если там есть нижняя полка Не спится им в лежанках и на подушках Нравятся какие-то укромные местечки Это так мило В Сочи мы решили немного покататься по округе Короче, иногда дети, когда у нас задние сидения заняты Ездят в багажнике, у них тут свое место В багажнике И Юми наша попрыгунья Учится запрыгивать в багажнике Она уже один раз запрыгнула Давай, Юми, давай Высоко, высоко, давай Давай Раз, два, три Давай, Юми, человек, покинула Запрыгивай Во, видать Вообще Во, какая высота И она запрыгивает Молодчина Молодчина Господи А это у нас называется коробка с детьми Коробка с детьми Кому коробку детей? Каждый раз, когда я фоткала песиков для телеги или инсты Люди вокруг останавливались и тоже их снимали Вот с афиши всегда нужно в грязь какую-нибудь, да Испачкаться всегда надо Ай, поросятина Кто на тебя напал? Ветка напала, да? Ветка напала Да, ветка мешает Ветка мешает Ой, блин, это колючка Блин, она колется Я даже ее взять не могу Ай, как она там глубоко Ой, блин, она прям в шерсти там запуталась Бедняга Мы побывали в разных прикольных местах Недолго и так чисто из интереса Хотелось бы, конечно, тут все объездить и облазить Может быть, даже провести ночь в палатках Хотите такое видео? 24 часа в палатке или в лесу? Впервые в жизни собаки поднимутся на высоту две с лишним тысячи метров над землей в горы Никто еще из них не был на такой высоте А где дети тащатся в пилку? В горах Дети такие На лыжной трассе просто Успугались, такие какие-то штуки есть Люди ходят, много людей Да, здесь какими-то сноубордами Оказывается, для провозки собак в кабинах подъемника нужна сумка переноска Мы нарушили правила Нам сказали, что ладно Один раз можно Дети впервые Да, Софи смотрит в окно Да, Софи, что там? Что там? Впервые на подъемнике Поднялись на такую высоту Не видно ничего Вот дети и добрались до самой вершины Две триста над землей Там еще лежало очень много снега в тот момент Кстати, на канале самих питомцев Magic Pets можете посмотреть классные моменты от лица собак Где они сами рассказывают об этом путешествии кисе и алисе Тогда еще было холодно и мы не купались, только гуляли вдоль моря Море видели, но не плавали Хотелось бы каждый день путешествовать и смотреть что-нибудь интересное Но ресурсов сейчас очень мало Но маленькими шагами, я надеюсь, получится И я хочу наконец-то выбраться с собаками на море на целый влог Потому что вот так вот втроем они еще не купались в море Я хотела бы очень снять дом Но дома здесь очень дорогие Очень дорогие Киса Алиса осталась в деревне С моими близкими, родными людьми И она в безопасности, все с ней хорошо Она, по-моему, не особо скучает Я все-таки придерживаюсь того мнения, что действительно кошки привязаны к месту, а собаки к человеку Насколько я вижу, кисе и алисе хорошо В феврале, когда я решила заняться разными сферами Не только ютубом, чтобы не выгорать, чтобы не перегореть Я решила заняться всякими метавселенными, NFT, музыкой Наконец-то у меня просто вот такие пачки невыпущенных треков, каких-то недоделок Раньше я всегда говорила вам в самых даже сложных ситуациях Мы же мэджики, мы прорвемся, все хорошо Сейчас, наверное, я нуждаюсь в этих словах от вас На канале Мэджик Пэт, скорее всего, тоже новый ролик Может быть, даже на моем канале Энни Мэджик Новый ролик Подписывайтесь на Яндекс.Зен, ВКонтакте, Телеграм Что там еще есть? Ссылки все в описании Донайте Скоро дам ссылку на Твич где-нибудь Надеюсь, мы увидимся скоро в новых видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok